Ассаламу алейкум ардахтагаи Здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала Сделано в Казахстане АК-79 В 2011 году казахвильм снял исторический фильм Жао-Журек Монбала Действие которого происходит в первой половине 18 века В эту переломную эпоху казахской истории Когда в кровопролитной войне с жунгарами Единство казахского народа и героизм Становятся решающей силой на пути к обретению свободы Фильм начинается с нападения джунгарских захватчиков на аул Где жил главный герой фильма юноша Сартай Джунгарские воины налево и направо убивают казахских детей Женщин и стариков опустошая все подряд Сартаю удается избежать смерти И он 7 лет скрывается в горах у старого кузнеца Назара Живя у него вместе с другими подростками Потерявшими родители они изучают воинское искусство А затем образуют отряд Монбала для войны с джунгарами Но кто такой Сартай? Действительно ли был такой казахский батыр? Или этот Сартай является полностью вымышленным персонажем Придуманным режиссером Аханом Сатаевым? Именно об этом будет мой сегодняшний видеоролик И начать я хочу с того, что в казахской истории Действительно был батыр, которого звали Сартай И который с самого раннего возраста Принял активное участие в войне против джунгарского нашествия Однако нельзя сказать, что его судьба развивалась Именно как в фильме «Жау-журек Монбала» Все-таки это художественный фильм Но то, что главный герой фильма Был взят именно из казахской истории Это бесспорно Явными доказательствами существования Сартай-Батыра Является то, что он упоминается в целом ряде исторических документов Таких как Описание киргизско-эсадских орд и степей Левшина Срамбатыр-Вяткина Сочинениях Майера А в своем дневнике Первый посол Российской империи Тевкелев Прямо описывает свою встречу в 1732 году С одним из самых влиятельных правителей младшего жуза Сартай-Батыра Симбирский и уфимский наместник Игельстром По своей реформе об управлении младшим жузом от 1785 года Называет Сартай-Батыра одним из трех самых уважаемых людей младшего жуза В казахском фольклоре Сартай-Батыр также является одним из самых распространенных персонажей Его имя упоминается почти во всех эпосах Посвященных самым известным сражениям казахов с джунгарами Но тогда непонятно Почему же имя Сартая, если он был таким знаменитым казахским батыром Неизвестно казахскому народу А все дело в том, что одним из самых известных казахских акынов Нурмагамбетом Хошанула В начале 20-х годов 20-го века Был написан «Дастан Сартай-Батыр» В котором акын не только описывает героическую судьбу Сартая Но и открыто воспевает самоотверженную борьбу казахов За светлое будущее родного народа Находившиеся тогда у власти большевики во главе с Галащокиным Усмотрели в этом «Дастане» тревожные для них ноты И приняли самые радикальные меры В начале автор «Дастана» Нурмагамбет Хошанула В 1930 году был арестован Его произведения, в том числе «Дастан Сартай-Батыр» Были изъяты из всех библиотек и запрещены Любое цитирование хотя бы отрывков из этого «Дастана» Немедленно наказывалось Имя Сартая было подвергнуто забытию Позже большевики посчитали Что само физическое существование автора очень опасно Яхан Нурмагамбет Хошанула В 1937 году был расстрелян Но народная память сумела сохранить этот «Дастан» А светлое имя прославленного Сартай-Батыра Хоть и тайно, но передавалось из поколения в поколение Впоследствии известный казахский журналист Профессор Умерзах Жолмбетов сумел восстановить Хотя и не полностью «Дастан» Сартай-Батыр По устным сказаниям казахских акынов Которые сумели запомнить содержание «Дастана» Умерзах Жанбулат Нурмагамбет Хошанула Нурмагамбет Хошанула Сартай-Батыр баскан Именно опираясь на этот «Дастан» Сегодня у нас появилась возможность поближе познакомиться с выдающимся Сартай-Батыром Сартай родился приблизительно в 1711 году В одной из самых влиятельных семей рода Щекте Племенного объединения Алемулы-младшего жуда Произошло это на территории современного Аральского района В местности Ахшатау Его дед Коскулах-Би был одним из ближайших соратников Великого казахского хана Хакназара И от его имени управлял одним из самых больших казахских городов Саурана Отец Сартая, Байжан-Би, был известным своей мудростью правителем рода Щекте Когда Сартаю исполнилось 6 лет Байжан-Би заказывает самому искусственному мастеру детское седло Ашамай Чтобы приучить сына к верховой езде Сегодня это седло хранится в фондах Уральского краеведческого музея Куда его передали потомки Сартай-Батыра Когда Сартай подрос и уже не только мог удержаться на седле Но и стал искусственным наездником Его отец Байжан-Би решает поручить дальнейшее воспитание своего сына Известному казахскому полководцу младшего жуза Бекурек-Батыру Бекурек-Батыр, который прекрасно понимал Какие опасные времена настают для казахского народа Решает взяться за воспитание не только юного Сартая Бекурек-Батыр собирает в своем ауле всех юных джигитов из окрестных племен И начинает обучать их военному ремеслу Причем Бекурек-Батыр старался объединить в своей так называемой военной школе Представители не только разных родов, но и разных жузов Среди казахов сохранились именно многих из этих учеников Бекурек-Батыра Жыл Кайдар, Жыл Каман, Ашабай, Аргымбай, Тайгожа, Елемесь, Аман, Жарас, Саурых, Кайрак Наряду с Бекурек-Батыром нередко в эту военную школу приезжали и давали свои рекомендации Прославленные казахские полководцы Таван-Бюгимбай-Батыр и Тама-Есет-Батыр В 1726 году до аула Сартая доходят вести о том Что султан Абул-Хаир и Таван-Бюгимбай собирают большое войско для похода против джунгар Услышав об этом, Сартай вместе со своими друзьями решают немедленно присоединиться к ним Поняв, что отговорить сына бесполезно, Байжан-Би благословляет Сартая и отпускает его на войну Сартаю тогда не было и 15 лет Приехав на место сбора, Сартай и его друзья вначале становятся объектом насмешек со стороны более взрослых казахских сарбазов Но как только Абул-Хаир увидел, как эти юнцы обращаются с оружием, как слажены их действия, он немедленно принимает их в свою армию, объединив в одну тысячу Командиром этой тысячи, Монбасе, назначается Сартай Вот так начинается военная карьера Сартая, который впоследствии отважно участвует в Булантинской, Анракайской сражениях Везде показывая беспримерное мужество и отчаянную храбрость Многие великие казахские правители начинают искренне восхищаться юным Сартаем Сам великий би среднего жуза қаздаусты қазбек би благословил Сартая следующими словами «Юш жүзге аға болғалы тұрған балай екенсын, есімін ақыр заманға дейін барсын» шырағым После Анракайской битвы Сартай возвращается в Западный Казахстан вместе с Абул-Хаиром и вскоре назначается бием рода шекты И неожиданно Сартай, которому тогда не было и 20 лет, раскрывает в себе способности мудрого правителя Не раз разрешая порой самые запутанные и сложные конфликты В казахском народе до сих пор сохранились такие крылатые выражения Сартай Батыра Елім бөлген, ер он байды, жерін бөлген, ел он байды Барша ғазақтың әр қимылымен ісарекетінде ел сиюштықтың айқын белгісі болмаса Отанымызды үлкен қатер күтіптір Не забывал однако Сартай я защите родной земли Тем более, что именно в это время на земле младшего жуза Учищаются набеги уральских казаков, ноғаев, калмыков и башкер Не раз ополчение рода Щекте во главе с отважным Сартайом Давало жесткий отпор всем, кто желал разграбить аулы богатого и многочисленного рода Щекте Впоследствии Сартай Батыр также активно участвует почти во всех походах Великого казахского хана Аблая против Джунгар и Китая, возглавляя отряды рода Щекте О том, насколько популярным и уважаемым человеком в младшем жузе со временем стал Сартай Батыр Свидетельствует хотя бы тот факт, что один из самых влиятельных биев младшего жуза Мюнке завещал Жан Азамде Сартай Бищегарсен Хотя Сартай Батыр открыто и не восставал против Российской империи Однако он никогда не позволял Российской администрации вмешиваться во внутреннюю жизнь своего рода Щекте Не соглашался Сартай Батыр и признавать любые притязания Российской империи на земли рода Щекте И это, конечно же, бесило российские власти, которые опасались открыто выступить против авторитетного Сартай Батыра Который к тому же пользовался большим уважением в родах Терткара и Шумикей, а также в Бухарском Эмирате Помнили российские власти о том, что в 1731 году одним из тех, кто открыто выступил против предложения хана Булхаира заключить союз с Российской империей Был именно Сартай Батыр Также Сартай Батыр был в очень тесных дружеских взаимоотношениях с другим непокорным казахским лидером Срам Батыром И после поражения его восстания именно Сартай помог Срам Батыру через земли рода Щекте уйти в узбекские владения Поэтому в 1790 году симбирский и уфимский наместник Игель Строн направляет в Хиву и Бухару Нулайского проповедника Мухаммеджана Хусаинова Поручив ему любыми способами натравить узбеков, накочевавший недалеко от границы род Щекте Однако Хусаинову не только это не удалось, но его сдают Сартай Батыру, сами же узбеки В итоге Сартай Батыр захватывает тайно направленный Игель Стромом к узбекам караван с огнестрельным оружием А самого Хусаинова выгоняет из казахской земли Этот случай подтверждается письмом хана младшего жуза Ералы к императрице Екатерине II от 4 января 1794 года Это всего лишь один эпизод из жизни Сартай Батыра В целом же Сартай Батыр всегда поддерживал восстания, которые вспыхывали в младшем жузе против усиления российского влияния Незадолго до своей смерти, тяжело переживавший за свой родной казахский народ Видя, как ухудшается положение казахов под российским колониальным гнетом Сартай Батыр вызывает к себе внука своего боевого соратника Кихпай Батыра, юного Жан Кожу Иподарив ему свое личное оружие дает ему следующее благословение Бата Кылышын шапқанда шалыс кетпесін Найзан диттеген жерін етесін Атқан жебен мен айтқан сөзін тегенде Мерт қылатындай оқ болсын Аярдың арбауына түсіп қандасқа қасп олма Күштімін деп момынға күшкір сетпе Адепте нозба жүзінден имандлығын көрініп тұрсын Туыста болса азғынның азғырғанына ерме Батырлығынды ата жауына көрсет Елдікті ауыз біршілікті туған еліңді сақтауға жаныңды пида ед Ойдан өзбектіргістен балағыннан кіріп басын шығар Қырдан кәпірдігіргістен қыл мойынға тұзақ түсір Елді бірлігіне найырсаң қайта бітпес жүк түсір Впоследствии этот юный мальчик Жан Кожа стал одним из самых прославленных казахских батыров Жан Кожа Нормухамедовым Возглавил род Щекте и продолжил дело Сартай-Батыра по недопущению вмешательства Российской империи во внутренние дела рода Щекте Последние упоминания Сартай-Батыра встречаются в исторических документах в 1817 году где его имя и Тамга стоят под письмом самых влиятельных правителей младшего Жуза к российскому императору Александру I в котором они просят утвердить ханам младшего Жуза султана Щергаза На тот момент Сартай-Батыру было около 106 лет но он и в этом возрасте продолжил активно участвовать в политической жизни родного народа Умер Сартай-Батыр в 1818 году и согласно его завещанию тело батыра было похоронено в старинном кладбище в Кзылкумах рядом с его боевыми друзьями известным проповедником Хасм-Гожа и потомком Жалантус-Бахадура Даулетом-Бахса Вот таким прославленным человеком был Сартай-Батыр Байжанула ставший прототипом Жаужерек-Мунгбала Имя этого батыра почти 80 лет находилось в забытии и теперь настало время его возрождения Как было бы замечательно, если бы казахскому батыру Сартаю и его юным соратникам на родной Аральской земле был бы открыт памятник Прекрасной данью светлой памяти великого батыра стало бы и предоставление его имени одной из центральных улиц Казларде, Ахтубе или Уральске Ну и самым смелым шагом было бы включение имени Сартай-Батыра в учебники по истории Казахстана Я считаю, что всего этого Сартай-Батыр заслуживает своей отважной и героической судьбой в которой была только одна цель борьба за свободу и независимость родной казахской земли Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова